Ганс Христиан Андерсон. Дикие лебеди. Ганс Христиан Андерсон. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы. Сестрица их, Элиза, сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства. Да, хорошо жилось детям, только недолго. Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Им пришлось испытать это в первый же день. Во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости. Но мачеха, вместо разных пирожных и печеных яблок, которых они всегда получали вдоволь, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам. А прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел. «Летите-ка по добру, по здорову на все четыре стороны, – сказала злая королева. – Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами». Но она не могла сделать им такого зла, как ей хотелось бы. Они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей и с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами. Было раннее утро, когда они пролетели мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их. Так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. Бедняжечка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком. Других игрушек у нее не было. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам, «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили, «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге, «Есть ли кто-нибудь на свете набожнее тебя?» Книга отвечала, «Элиза набожнее». И розы, и псалтырь говорили сущую правду. Ну вот, Элизе минуло 15 лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя. Да нельзя было сделать этого прямо сейчас, потому что король хотел видеть свою дочь. И вот рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками купальню, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой, «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть она станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб, сказала она другой. Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты. И отец не узнает ее. Ты же ляг ей на сердце», — шепнула королева третьей жабе. «Пусть она станет злонравной и мучается от этого». Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на теме, другая на лоб, а третья на грудь. Но Элиза даже не заметила этого, и как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой. Вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же стал бы слушать бедных тварей? Заплакала Элиза и, подумав о своих выгнанных братьях, тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истасковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет. Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги. Тогда она улеглась на мягкий мух, прочитала молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали точно зеленые огоньки сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Всю ночь смелись Элизе, братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Написали они на досках не черточки и нолики, как бывало прежде, нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картины в книжке были живыми, птицы распевали, а люди сходили со страницы, разговаривали с Элизой и ее братьями. Но стоило ей захотеть перевернуть лист, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко. Она даже не могла хорошенько видеть его за густой листвой деревьев, но отдельные лучи пробирались между ветвей и бегали золотыми зайчиками по траве. От зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке слышалось журчание источника. Оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, влившихся в пруд с чудным песчаным дном. Пруд был окружен живой изгородью, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистой и прозрачной. Не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Но вот она зачерпнула горстью воды, протерла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа, когда Элиза разделась совсем и вошла в прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать бы по белу свету. Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику. Напилась воды прямо из пригоршни и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелел расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную нычащую ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Ночью стало еще темнее. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод. Старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев. Нет, сказала старушка, но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах. И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они все же добивались своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море. И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море. Но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса. Не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы, стекло, железо и камни, тоже носили следы этой шлифовки. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы. И девушка подумала. Волны неустанно катятся одна за другой. И, наконец, шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые и быстрые волны. Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала их и связала в пучок. На перьях еще блестели капли росы или слез. Кто знает. Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого. Море представляло собой вечное разнообразие. В несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась большая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило «Я тоже могу почернеть». Начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал, море было похоже на лепесток розы. Иногда оно становилось зеленым, иногда белым. Но какая бы тишь не стояла в воздухе и как бы спокойно не было само море, у берега постоянно было заметно легкое волнение. Вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка. Когда солнце было близко к закату, Элиза увидела вереницу, летевших к берегу, диких лебедей в золотых коронах. Всех лебедей было 11, и летели они один за другим, вытянувшись длинную белую лентой. Элиза взобралась наверх обрыва и спряталась за кустом. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями. В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились 11 красавцев-принцев, Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали, и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, братья, – сказал старший, – летаем в виде диких лебедей от самого восхода до солнечного заката. Когда же солнце заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю, случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками. Мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта. Но дорога туда длинна, приходится перелетать через все море. А по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги перелетают даже через наши головы. Но мы благодарим Бога за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашу милую родину. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам пролетать на родину. Мы можем оставаться здесь 11 дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец. И колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. Тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства. А угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина. Сюда тянет нас всем сердцем. И здесь-то мы нашли тебя, милая Элиза. Два дня еще мы можем пробыть здесь, а затем должны улететь за море в чудную, но неродную нам страну. Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки. Как бы мне освободить вас от чар, спросила братьев Элиза. Так они проговорили всю ночь и задремали только на несколько часов. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем. К вечеру же прилетели и остальные, и когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ. Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь. Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Мои руки довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море? Да, возьмите меня с собой, сказала Элиза. Всю ночь провели они заплетением сетки из гибкого лозняка и тростника. Сетка вышла большой и прочной. В нее положили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвелись с милой, спавшей еще крепким сном сестрицей, к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями. Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву. Так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал и положил к ней самый младший из братьев. И она благодарно улыбнулась ему. Она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями. Высоко-высоко улетели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора. И на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина. Таких ей еще не приходилось видеть. Но по мере того, как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные тени мало-помалу исчезали. Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного. Теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру. Поднялась непогода. Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце. Одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, молния сверкала за молнией. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды. Сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг полетели вниз с неимоверной быстротой. И девушка подумала уже, что все они падают. Но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и только тогда Элиза увидала под собой утес, величиной не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало. Теперь оно казалось только небольшой блестящей звездочкой. Но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра в догоревшей бумаге. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку, и все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молнии и ежеминутно грохотал гром. Но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась. Опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде точно несметные стаи лебедей белая пена. Но вот, наконец, показалась настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Сдодолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами. Так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар», сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху, к замку Фатамарганы, и что фея сама выходит ей навстречу. Такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», сказала она, «но хватит ли у тебя мужества и стойкости?» Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь, возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Заметь же ее. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов, потом разомнешь ее ногами, всучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство исчезнет. Но помни, с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будет в твоих руках. Помни же все это. И фея коснулась ее руки, жгучую крапивой. И Лиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль. Только бы удалось спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачеки, но взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда капнула слезинка, исчезали жгучие волдыри. И пропадала боль. Ночь Элиза провела за своей работой. Отдых не шел ей на ум. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась. Звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ей крапиву в пучок и села на нее. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе. Никогда еще он не встречал такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» спросил он, но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает. «Пойдем со мной», сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат. Надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». И он посадил ее в седло перед собой. Элиза плакала и ломала себе руки. Но король сказал, «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня». И повез ее через горы. А охотники скакали следом. К вечеру показалась великолепная столица короля с церквами и куполами. И король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были изукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что. Плакала и тосковала. Безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, плели ей волосы, жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки. Богатые уборы так шли ей. Она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица должно быть ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля. Король, однако, не стал его слушать. Подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда. А сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепный покой. Она же оставалась по-прежнему грустной и печальной. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела с плетенной Элизой рубашка-панцирь. Все это, как диковинку захватил с собой из леса один из заходников. Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище, сказал король. Тут и работа твоя, может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом. Увидев дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку. А он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой. Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досадой он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но она даже не обратила на это внимания. Что значила для нее телесная боль? Если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям. Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них. Она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев. Зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О, если бы она могла довериться ему, высказать свои страдания, но, ой, она должна была молчать, пока не окончит свою работу. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку панцирь за другой. Но, когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно. Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище. Но ведь она должна была рвать ее сама, как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающей мое сердце, думала Лиза. Я должна решиться. Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунную ночью в сад, оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмоть и точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. И Лизе пришлось пройти мимо них и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее архиепископ. Теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву. И так она была ведьмой и поэтому сумела околдовать и короля и весь народ. Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал. Злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать «Неправда, Лиза невинна». Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее. Неодобрительно качая головами. Две крупных слезы покатились по щекам короля. Сомнения и отчаяния овладели его сердцем. Ночью он только притворялся, что спит. На самом же деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Лиза встала и скрылась из спальни. В следующие ночи повторилось то же самое. Он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее. Лиза заметила это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевский пурпур катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы. Но скоро, скоро конец не доставало всего одной рубашки и тут у Лизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах, но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в Бога. Лиза отправилась, но король с архиепископом следили за ней и увидали, как она скрылась за кладбищенской оградой. Подойдя ближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм и король повернул назад. Между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди. «Пусть судит ее народ!» сказал он. И народ присудил сжечь королеву на костре. Из великолепных королевских покоев Лизу перевели в мрачное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в который со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы. И эта жгучая связка должна была служить Лизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки панцири постелью и коврами. Но дороже всего этого ей ничего и не могли дать. И она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмехавшихся над нею уличных мальчишек. Ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения или сочувствия. Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл. Это отыскал сестру самой младшей из братьев. И она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь. Зато работа ее подходила к концу и братья были тут. Архиепископ пришел провести с ней ее последние часы, так обещал он королю, но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти. В эту ночь ей ведь нужно было кончить свою работу, иначе пропали бы задаром все ее страдания и слезы и бессонные ночи. Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна и продолжала работать. Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своею веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца у дворцовых ворот, появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать, явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце и никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза, на нее накинули плащи с грубой мышковиной, ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы. Десять рубашек панциря лежали у ее ног, совсем готовые, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над ней. Посмотрите на ведьму, ишь бормочет, небось не молитвенник у нее в руках, нет, все возится и разорвем в клочья. И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать лебедей. Сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. Это знамение небесное, она невинна, шептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать рубашек. Перед ней встали одиннадцать красавцев принцев. Только у самого младшего не хватило одной руки, вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последнюю рубашку и в ней не доставала одного рукава. Теперь я могу говорить, сказала она, я невинна. И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятие братьев. Так подействовали на нее неустанное напряжение, сил, страх и боль. «Да, она невинна», сказал самый старший брат и рассказал все, как было. И пока он говорил в воздухе, распространялось благоухание, точно от множества роз. Это каждая полена в костре пустила корни и ростки. И образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительный белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье. Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетели целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, которого не видел еще ни один король. Редактор субтитров Корректор Субтитров